Ну что, попьем кофейку? Друзья, всем привет! Вы любите кофе? Вот я, например, люблю. Поэтому сегодня у нас в посылочке будет распаковка китайского кофе. Вот, распакуем, заварим, попробуем. И скажем, стоит оно того или не стоит. Заказывал я, по-моему, 120 или 150 граммовая упаковочка. И стоило все это дело 5 долларов, около 6. Не молотый. Кофе не молотый. Так вот, зернышко выпало. Тут немножко у нас открылось. Это я скальпелем уже его повредил. Ну ладно. Ну вот так вот выглядит. Чего-то какой-то тут иероглиф написанный. Тут еще есть какая-то голограммка, на которой ничего не написано. Я думал, там что-то написано. Кто знает китайский, скажите, что-то написано, потому что я ничего не понимаю. Вот, ехала, значит, посылочка простой почтой, но очень-очень-очень быстро. Буквально за дней 12, наверное. Такого реально еще не было, что простые посылки заезжали за 12 дней. Так, ребятки. Ну что, я буду готовить. Вы будете все это дело наблюдать. И потом будем пробовать. Поехали. Короче, так, ребята. Это все прикольно, но я только до меня сейчас дошло, что у нас где-то была старая кофемолка, но ее нету. Поэтому придется нам все это дело разбивать клендером. Я уже практиковал это. Немножко не так оно разбивает, как кофемолка, конечно, не так мелко, но ничего, пользоваться можно. Так. Чтобы вам не так было нудно, включаем музычку и погнали. Поехали. Так, ну что, посмотрим, что мы тут намололи. Вот и все. Убираем в сторону. Усор, кстати. Итак. Вот такая вот штучка. Скажу, довольно-таки мелко. Нормально. Нормально, пойдет. Так. Берем нашу муку. Или как она там называется, господи, не знаю. Есть у меня мерильная такая вот ложка. Набираем ложечку. Сюда все это дело высыпаем. Немножко его упрессовать. Вот. Вот так вот. Чтоб все было по-правильному. Так. Дальше все это дело я подержу в руках, потому что мне жуть как неудобно. Будем это все готовить на моей кофеварке Витек. Как мы это называем. Так, сейчас я поставлю, потому что мне нужно зажать ее. Вот эту вот фиговину. Так. Берем кружечку. Ставим сюда. Камеру немножко выровнять. Ну что, поехали. Посмотрим, что у нас получится. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, попьем кофейку. Так, что могу сказать по запаху? Ну, такой какой-то запах кофе, он не похож на то кофе, который я обычно пью. Я пью разные кофе, но, блин, ну я не знаю. Давайте будем пробовать на вкус, что ли. По виду, кстати, тут была такая классная, красивенькая пенка. У меня кофеварка хорошо делает пену. Но я пока сюда добавил ложку сахара, потому что я кофе без сахара не пью. Пока я ее все это дело размешал, я уничтожил всю пенку. Поэтому осталась вот такая вот штуковина. Так, буду пробовать, сейчас будем скажем. Так, друзья, что могу сказать? Это не самое хуже кофе, который я пил, на самом деле. Потому что бывало, такую отраву покупал. Короче говоря, он вообще не кислый, такой сладковатый. Не из-за сахара, а сам по себе. Вы понимаете, кофе бывает горький, бывает кислый. Вот, этот не горький, не кислый, такой среднячок. Ну, кислоты я вообще здесь не чувствую. Короче, на самом деле, я бы его покупал, если бы оно было немножко... Кстати, сколько оно стоит? 5 долларов, по-моему, да? За 120 грамм. Ну, дороговато. Если бы оно было немножко подешевле, можно было бы, в принципе, покупать. Потому что у меня, например, есть возможность купить лаватсу. Скажем, если в доллары перевести, то это будет примерно, примерно, около 4 долларов. Где-то 3,8 получается. Вот. Ну, короче говоря, 80-90 гривен я могу купить лаватсу. По скидочной карте там есть такая возможность. Поэтому это кофе все-таки немножко дорого. Дороговато. Но, конечно, это явно не лаватсу. В общем, ребята, если хотите попробовать, рекомендую. Но, если сравнить цены, скажем, ну, например, у нас цены, то, естественно, я не могу рекомендовать, потому что у нас купить кофе будет дешевле. Все, ребятки, подписываемся на канал, ставим лайк, и я пошел пить кофе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok